Каждый из нас может быть думает, что он не вовлечен в изменениях, но в самом деле каждый день, когда вы приходите на работу, или вы просто там, не знаю, обитаете в своей среде, мы так или иначе поддаемся каким-либо изменениям. Она у нас касается напрямую, не напрямую, элементарный пример, вы пришли на работу, пришел кто-то из ваших коллег, я говорю, слушай, ты знаешь, что, я не знаю, формат рекорта, который есть на сегодняшний день, я не совсем как бы интересен, он не совсем удобен, никому он не понятен, давай его переделаем, да? То есть это уже, по сути, изменения, в которые вы были вовлечены, так или иначе, после наневады. Вы не выступали инициатором, но вы являетесь частью изменений. В принципе, как бы вся наша жизнь состоит из того, что мы являемся, мы вовлечены, либо инициируем какие-либо изменения. Давайте немножечко разберемся о том, для того, чтобы внедрить то или иное изменение, да, я люблю анализировать вещи, которые... Потом там опять играется с моим звуком. Я люблю анализировать вещи, исходя из каких-либо фейлов, да? То есть, когда мы пытаемся оценить, почему то или иное изменение прошло, либо не прошло, лучше анализировать те вещи, которые зафейлились. Почему? Опять же, ответ, наверное, достаточно элементарен. Если у вас все прошло хорошо, не факт, что вы разобрались, как оно должно идти. Может быть, вам просто повезло. Поэтому давайте проанализируем в первую очередь, какие могут быть нюансы и почему какие-то изменения могут не проходить. Я здесь выделила четыре главных момента. Опять же, это на самом деле может быть намного больше. Почему четыре? Потому что... И почему именно эти? Потому что это как раз те моменты, из-за которых мои личные изменения, которые я пыталась выделить, они фейлились. Давайте для начала небольшая история, да, небольшой кейс, на котором мы можем посмотреть, почему что-то зафейлилось. Представьте себе, что вы менеджер. Менеджер команды, которая состоит, допустим, из десяти человек. Перед вами стоит достаточно элементарная и простая задача. Вам надо спланировать ваши отпуска для вашей команды. У вас есть два варианта. Вариант номер один. Вы подходите к каждому стойку инженеру, в десять человек, я на поле, и говорите. «Вася, мне надо спланировать отпуска. Скажи мне, когда ты хочешь». Вася говорит. «Я хочу взять первую неделю отпуска, в первую неделю июля, не важно, в вторую неделю отпуска хочу взять в сентябре». Вы говорите. «Хорошо, Вася, спасибо». Идете к второму сотруднику. Ваш второй сотрудник говорит вам примерно такое. «Я хочу взять одну неделю в сентябре, это будет первая неделя. Другую неделю я хочу взять, не знаю, не в сентябре, а тоже первая неделя июля». И тут перед вами сложная задача. Ты говоришь, ты знаешь, тут уже как бы мой другой сотрудник взял уже в эту неделю отпуска. У вас есть ограничения, вы можете отпустить только одного сотрудника, вы двоих сотрудников не можете в одно и то же время отправить в отпуск. И вы говорите, давайте возьмем другую неделю, он говорит, нет, не могу, у меня запланировано какое-то важное мероприятие, я не знаю, там, женюсь, у меня там уже куплены билеты, не важно что. И вы начинаете вот этот вот процесс вхождения от одного к другому человеку и пытаетесь объяснить, синхронизировать их и каким-то образом спланировать ваши эти отпуска. Вариант может быть и неплохой, но в принципе не совсем оптимальный. Вы же молодой, креативный, интересный менеджер, вы думаете, как оптимизировать эти вещи. И думаете, елки-палки, я возьму и сделаю небольшое приложение, которое будет там, там будет список моих сотрудников. У кого-то вызвало улыбку, да, у кого-то, solution на самом деле здесь не суть важна. Важно в том, что вы хотите сделать что-то лучше, вы хотите придумать какое-нибудь более простой solution, да, где-то своим ребятам, да. Предположим, что это будет небольшое приложение, где будут все сотрудники. У вас это приложение будет самостоятельно контролировать, кто на какую неделю взял этот отпуск и выдавать что-то вроде сообщения, там, типа, это неделя занято, это не занято, да. Шикарно, идея хорошая, вы экономите свое время нахождения, вы не выполняете роль своего рода такого синхронизатора передаста между вашими сотрудниками. Отпуска спланированы, класс, свежо, креативно, интересно, замечательно. Приходите к своим сотрудникам и говорите, вот приложение, отметьте, пожалуйста, свое отпуска, у вас есть время до конца недели. Вы ходите довольно счастливы, потому что вы сделали задачу более, не знаю, более оптимизированно, вы экономите свое время как время менеджера. Проходит какая-то неделя, и вы понимаете, что ваши сотрудники вами недовольны. Более того, не то, что вы понимаете, приходит кто-то из вашего, там, не знаю, чар, ваш непоследственный менеджер и говорит, слушай, чувак, люди тобой недовольны, люди говорят, что ты на них скидываешь свои задачи. И ты такой, опа, как это, неожиданный поворот, я же хотел как лучше. И тут самая основная проблема, да, почему изменения не проходят. Почему? Потому что вы дали людям решение до того, как объяснили, зачем оно им надо. Они не поняли. То есть, может быть, у них был какой-то прошлый опыт негативный, когда предыдущий начальник скидывал на них свои задачи. Что угодно. Люди не поняли, зачем им надо изменения. И, в принципе, это и есть, как бы, первая причина неуспешных изменений. Зачем нам надо меняться, для чего нам это надо. Честно сказать, опять же, именно то, что люди не понимали, зачем им это изменение, очень многие изменения просто фейлятся. И мне кажется, это один из основных и важных моментов. Конкретно в этом примере, как объяснили, зачем им это ходить в какую-то программу? Опять же, если мы рассматриваем, это был чисто вымышленный вариант, да, это не то, что было из моей практики. Но, опять же, ты можешь прийти и сказать, слушай, чувак, мы занимаемся тем, что я хожу к тебе, ты ходишь ко мне, мы потом собираемся все вместе, мы тратим очень много нашего времени. Я могу это время инвестировать как менеджера в что-то более эффективное, сделать что-то более полезное для команды. Давай это приложение, нам оно надо. Почему? Потому что задача элементарная, тратить времени достаточно много, давай это оптимизировать. В принципе, я думаю, такой вариант, люди были бы уже более подготовлены. То есть, вы бы уже поднесли какую-то информацию о нем, чтобы вы не просто хотите скинуть на них какую-то свою работу, да. Вы хотите сделать что-то лучшее, что принесет пользу команде, продукте, неважно чего. Опять же, важно, чтобы люди понимали, для чего нужно это изменение. Люди не понимают, люди показывают вам сопротивление, изменения не приходят. Я ответила на твой вопрос? Ответ. Хорошо, теперь посмотрим второй момент, да. То есть, при внедрении какого-либо изменения, люди могут ощущать определенную, наоборот, угрозу их интересам. И, как пример, здесь может быть, на самом деле, очень много вариантов. Один из вариантов, который пришел мне в голову, допустим, вы руководите команду тестировщиков. У вас есть идеальная, гениальная идея, что вы хотите внедрить ваш автоматчик. Но 80% вашей команды это мануальные киевы. Нет ни опыта в разработке автоматических тестов, ни желания изучать какие-то автоматические фреймворки. Я извиняюсь немножко только. Нежелание изучать какие-то автоматические фреймворки. И они понимают, что если вы внесете это изменение, да, то есть внедрите автоматчик в вашей команде, завтра они останутся без работы. То есть, по сути, это угроза их текущим интересам. И как только люди будут видеть подобную угрозу, они будут сопротивляться вашим изменениям. Скорее всего, опять же, изменения тоже будут либо проходить очень сложно, либо не пройдет вообще. Дальше люди могут думать, что они получат больше работы. На самом деле, я сейчас немножко поперефразировала, да, то есть не обязательно это работа. Люди могут думать, что им придется инвестировать больше ресурсов для того, чтобы делать ту работу, которую они делают на сегодняшний день. Разумеется, если вы не донесете до людей, что они получат реально прирост в выгоде, инвестировав сейчас немножко больше времени в имплементацию этого изменения, люди тоже вряд ли захотят изменяться и вообще проводить это изменение. И последнее, такое, с которым очень тяжело бороться, опять же, в моей практике это тоже было, то есть некоторые люди любят изменения, да, то есть они понимают не то, что любят, да, все мы не любим, потому что это определенный стресс. Но некоторые люди, они готовы меняться, некоторые люди, они не готовы меняться, да. А некоторые люди услышали идею, поняли пользу, они словили вашу мысль, они готовы идти на изменения. Есть категория людей, которые, в принципе, вообще очень тяжело переживают изменения. Вплоть до того, что вам надо человека взять, пересадить с одного угла, там, не знаю, на два метра левее, и вы понимаете, что для человека это стресс. Для человека чисто на психологическом уровне может быть проблема быть частью какого-либо изменения. Опять же, с этим бороться тяжело, но это надо учитывать, когда вы будете проводить то или иное изменение. В принципе, с основными моментами, почему изгибания могут быть неуспешными, мы закончили. Опять же, я выделяю эти вот основные моменты. Почему? Потому что в моей практике я с ними сталкивалась, я все видела, и для меня кажется, что это то, на что обязательно надо обратить внимание. Теперь поговорим немножечко сегодня, как я сказала, я вам расскажу о эффективном внедрении изменений. Сразу оговорюсь, вариантов, как бы, вообще, в принципе, моделей внедрения изменений очень много. Сейчас, две секунды. Я буду рассказывать за шести этапов модель, которую я узнала, когда я получала образование профессионального менеджмента, и сегодня мы о ней поговорим. Там вопрос был? Хороший комментарий, на самом деле. Если менеджер сам не понимает, зачем ему надо, это вообще печаль, на самом деле. Я предполагаю, что если вы уже пришли с этой идеей, да, вы как менеджер, мы все здесь предполагаем, что хороший менеджер, минимум, так считаем. Мы уже знаем, зачем нам это надо, мы уже для себя определили, что это действительно надо, и наша идея действительно стоит того, чтобы вы расширивали, да. То есть, хороший комментарий, отлично, но, опять же, вы должны быть в первую очередь максимально уверены в том, что вы знаете, что вы делаете как менеджер, только после этого. Вот эти вот проблемы уже выходят больше от людей, с которыми вы будете проводить это изменение. Спасибо за комментарий. Итак, как я уже сказала, существует множество разных моделей по внедрению изменений. Сегодня я вам расскажу за шести этапов модель. И, в принципе, как бы там все шаги выходят так или иначе из тех проблем, которые могут возникнуть, и о чем стоит подумать, когда вы внедряете то или иное изменение. Первый шаг – это объяснить необходимость изменения, да. Я вам рассказывала пример, которому менеджер дал решение, а не дал понимание того, зачем надо изменения. И первый, в принципе, наиболее важный шаг – это объяснить, зачем нам надо изменения. Опять же, попытаемся сейчас вспомнить, как наверняка в вашей практике было такое, да, что вы там, не знаю, приходите с утра на работу, и тут заходит ваш менеджер и говорит, «Слушай, ты знаешь, я тут подумал, мы так фигово беремерим, давай, наверное, завтра у меня будем работать полностью по новым процессам». Не объясняю, что, зачем, как, почему, да. То есть ситуация была, в моей даже практике такое было, примерно как лица людей были такие, «А-а-а-а, что происходит, какие новые процессы, что я должен делать, я вообще не понимаю, куда мы идем, я вообще не уверен компетителем решать такие вопросы, я ничего не знаю, не понимаю». Второй момент – люди могут так реагировать, просто каким-то страхом, шоком или еще чем-нибудь. На самом деле хочется вот такой вот реакции, да, чтобы люди вас поняли, чтобы люди поняли, зачем нам это изменение. И здесь, в принципе, как бы, опять же, есть несколько тактик, как можно осуществлять необходимость, ну, как бы, объяснять людям, зачем нам необходимо меняться. Есть тактики более позитивные, в принципе, как бы мне они больше нравятся. В чем заключается суть? В том, что вы понимаете, в чем цель вашего изменения, вы понимаете, как оно должно происходить, и какие бонефиты вы получите в результате. Вы приходите и говорите, вы знаете, ребята, как бы мы хотим достичь лучшего результата, для того, чтобы достичь лучшего результата, нам надо работать немножечко по-другому и внести то или иное изменение. Она такая своего рода мотивирующая, да, предоставление информации и мотивирующая тактика для того, чтобы люди начали меняться. Вторая тактика, она немножечко тактика ДК, я ее называю тактикой забугивания, я ее тоже видела. Когда приходит ваш менеджер и говорит, все, все плохо, продукт говно, кастомеры недовольны, все печально, если мы сейчас что-нибудь не сделаем, то все, катастрофа, завтра все останутся без работы. Опять же, тоже работает, в принципе, выбирайте сами. Какую тактику использовать, я больше склоняюсь к первой тактике. Но опять же, здесь тоже очень много психологических моментов. Я недавно была на определенном воркшопе, и там человек, который презентовал, он рассказывал за то, что есть две категории людей. Первая категория людей, так называемые люди К, то есть люди, которые для того, чтобы развиваться, им надо показать какую-то цель впереди, лучшую цель, и они начнут развиваться, меняться, быть частью ваших изменений. И вторая категория людей, так называемые люди от. То есть люди, которые для того, чтобы развиваться, им необходимо взять, сказать, что здесь все плохо, и они начнут двигаться от проблем куда-нибудь в лучшее будущее. Опять же, смотрите своих людей, анализируйте их самостоятельно, решайте, как вы будете им осуществлять вот эту вот необходимость изменения сейчас. Окей, давайте пойдем дальше. Второй шаг, который тоже является не менее важным, это вам необходимо определить руководящую коалицию. Ни один процесс, опять же, вы все здесь сидите менеджеры, ни один процесс не происходит без людей, которые вы его продвигали, которые вы его пушили. Поэтому второй этап, он достаточно важен. Вам надо сесть и подумать, «Окей, я хочу провести то или иное изменение, у меня есть определенные люди, которые будут вовлечены». Мне надо понять, кто из этих людей будет моим саппортером? Кто из этих людей будет человек, который будет сопротивляться этому изменению? Кто из этих людей будет сомневаться? Кто из этих людей будет, там, я не знаю, критиковать ваши предложения, что угодно? Причем здесь очень важный момент. Если вы проанализировали людей, которые вовлечены в ваши изменения и поняли, что ваши ключевые игроки, decision-makers, скорее всего, вас не будут поддерживать, они будут, там, не знаю, предоставлять вам какое-то сопротивление, то вероятность того, что ваше изменение пройдет успешно, она стремится, к сожалению, к нулю. Поэтому, опять же, давайте рассмотрим пример. Допустим, вы хотите внедрить или иные изменения, у вас есть группа разработчиков, группа тестировщиков. Вы хотите сделать изменения в процессах, следовательно, кто может быть здесь ваши ключевые игроки, decision-maker? Вы как менеджер инженеров, кемок и инженеров, и дэв-менеджер, который управляет, по сути, девелоперами, которые тоже будут вовлечены в это изменение. Так вот, если вот этот вот дэв-менеджер не будет вас саппортить, причем саппортить искренне, у него должно быть действительно желание продвигать это изменение, он должен четко понимать, зачем оно ему надо и какие лучшие результаты оно ему даст, это изменение стремится к нулю. Я вам, ну опять же, вы, скорее всего, его не протолкнете, потому что, по сути, 50% людей, вовлеченных в это изменение, ни кем не будут управляться. И вам будет тяжело донести то, что людям надо следовать вашим изменениям. Давайте пойдем дальше. Следующий шаг – это разработать какое-то четкое видение и стратегию. Для чего нам надо четкое видение? Что такое четкое видение? Четкое видение – это должна быть какая-то небольшая фраза, которая высидела у людей в голове и поддерживала своего рода какую-то атмосферу изменения. Люди должны понимать, в чем заключается это изменение, какие результаты оно принесет и в чем это суть. Вам дальше это поможет для того, чтобы поддерживать атмосферу вообще всего изменения, в вашей команде, организации и так далее. И это важно. Но еще более важно, да, это подумать вообще, какую стратегию вы будете применять при внедрении вашего изменения. Причем, когда мы говорим о стратегии, есть два основных момента, два основных момента, за которые стоит подумать. Первое – это сложность вашего изменения. Что значит сложность? Некоторые изменения могут быть простыми, некоторые изменения могут быть сложными, и все зависит опять же. Простое и сложное – это насколько оно быстро, насколько оно легко у вас будет проходить. Так вот, когда я говорю оценить сложно, здесь есть два параметра. Параметр первый – это насколько ваше изменение согласовано, Насколько люди, которые вовлечены в это изменение, готовы меняться, понимают, что надо меняться, понимают эти процессы и так далее. Если люди не согласованы, они вас не поддерживают, они оказывают сопротивление, изменение будет сложным. Второй момент – это насколько вообще присуща определенность. Что имеется в виду определенность? Любое изменение, я могу верить в то, что оно успешно, хорошее, оно мне нужно, но я могу не понимать, как я буду его достигать. Если я чего-то не понимаю, значит, я, скорее всего, этому сопротивляюсь. То есть, если нет у вас определенности, у вас нет четкого плана, который понимает каждый человек, увлеченный в это изменение, то тоже сложность вашего изменения возрастает, и ваше изменение будет тяжело протолкнуть. Второй момент, который стоит подумать, и, в принципе, мне бы хотелось об этом поговорить немножечко отдельно, это определить масштаб вашего изменения. Почему это важно? Давайте я сейчас попытаюсь вам рассказать один пример, который бы, может быть, иллюстрировал важность оценки масштаба вашего изменения. Опять же, предположим, что вы работаете, не знаю, менеджером, у вас есть те же 10 человек, и перед вами сейчас стоит немножечко другая задача. У вас есть какое-то приложение, которое было написано 300 лет назад, непонятно кем, оно неудобно, оно медленное, в этом приложении вы, по сути, не знаю, отмечаете свои какие-то часы, сколько вы за обертами. И, исходя из этого, в это приложение вы генерили такой-то эксцелентар, который вы отправляете своему начальнику, предположим. И ваши люди постоянно ходят и жалуются. Вы знаете, приложение неудобное, я не хочу его использовать, оно очень медленное, там куча полей, которые мне вообще не нужны и так далее. Вы хороший, приятный менеджер, я подчеркиваю. И вы решили, хорошо, напишу я себе небольшое приложение, которое будет удобное, которое будет позволять быстро отмечать мне моё овертайм, и сделаю жизнь своих людей лучше. Вы написали это приложение, вы дали его людям, люди ходят счастливые, потому что сейчас им удобно это всё отмечать. И спустя месяц к вам приходит кто-то из бухгалтерии и говорит, слушайте, папа, у тебя что, люди не овертаймили в это время? Мы не числяли, никакие бонусы, извини. И тут вы начинаете понимать, что вы недооценили масштаб вашего изменения, и на самом деле то старое приложение, которое было неудобно, на которое все жаловались, оно было интегрировано с какой-то программой бухгалтерии, и сейчас ваши люди остались посреди бонусов. То есть на самом деле это яркий пример того, что вы недооценили масштаб вашего изменения. Что произойдёт в результате? Ваше изменение откатится на первоначальный уровень, потому что вы не можете дальше его проводить, вам нужна интеграция с бухгалтерией, потому что система должна работать так, как она должна работать, люди должны получать все свои деньги. Опять же, концентка масштаба изменения очень важна. Просто для того, чтобы ваши изменения, вы не инвестировали ваши силы, а потом оказалось, что вы что-то не учли, и ваше изменение просто откатится назад. Пойдём дальше. На самом деле, примерно вот такое вот лицо у меня было в первый раз, когда я подумала, ёлки-палки, я продумала стратегию, я продумала вижен, я поняла, что мне надо сделать. У меня есть гениальная идея, как не видеть эти изменения. Класс! Где-то я читала, что хороший пленнинг — это 80% успеха, и хотела счастливое. Ничего подобного, всё не так просто. Все проблемы, которые у меня возникали, когда я внедряла изменения, начинались именно с этой стадии. Следующая стадия у нас — это реагировать на оппозицию. И вот это самое сложное, то, что у меня было. Несколько изменений у меня просто не прошло, потому что оппозиция имеет в виду сопротивление, которое идёт от людей, от процессов, от чего угодно. И давайте поговорим об этом немножечко детально. Что значит реагировать на сопротивление? Когда вы рассказываете людям о том, что вот у нас есть определённые изменения, опять же, чисто психологически, природно, первое от отрицание, но в принципе, люди, которые будут вовлечены в ваши изменения, они делятся на несколько групп. Группа номер один — это люди, которые искренне поддерживают ваши изменения. Они понимают, зачем оно, они уловили вашу мысль, они чётко понимают, что надо для этого сделать. Они с вами идут, они ваши саппортеры, они хотят продвигаться дальше. Замечательно. Следующая категория людей — это люди примерно вот с такими лицами, как у этого котика, которые, в принципе, можно где-нибудь, они понимают, зачем оно их надо, но у них есть миллион причин, неважно каких, сейчас мы не будем разбирать детали, почему они сопротивляются этому изменению. И следующая категория людей — это людям, которым пофиг, да? Есть такие люди, которым надо копать, будем копать, не надо копать, не будем копать, надо копать туда, будем копать туда. В чём, собственно, возникает вопрос? Надо ли нам брать и всех людей, которые сопротивляются, и тем, которым пофиг, пассово пытаться привернуть в свои саппортеры? Я, наверное, не буду сейчас спрашивать зал, потому что ответы, на самом деле, там два, максимум три, да, я их не знаю. Здесь бы я просто как бы пыталась подключить все свои знания, которые у вас есть о, не знаю, проблем-солвинге, и на самом деле ситуация такая, что ваша задача, чтобы изменение осуществилось. Что надо для того, чтобы изменение осуществилось? Надо, чтобы сила ваших саппортеров, то есть людей, которые вас поддерживают, была больше, чем сила людей, которые вам мешают провести это изменение. То есть как только вы оценили ваши силы и поняли, что люди, которые будут продвигать изменения, они имеют большую силу, власть, я не знаю, движущую силу для вашего изменения, в принципе, как бы здесь надо остановиться, и дальше можете продвигать свои изменения, вам достаточно. Если вы оценили и поняли, что как бы в принципе людей, которые будут сопротивляться изменению, будет больше, чем людей, которые будут поддерживать, опять же, скорее всего, ваше изменение не пройдет, поэтому вам надо будет взять все свои силы, либо часть своих сил направить на то, чтобы перевести кого-то из сомневающихся и кого-то из тех, которые, может быть, сопротивляются в вашу саппортера. Да, вопрос? Как проводить этот сомнев? Вы должны знать своих людей, вы примерно оцениваете, исходя из их опыта, из их, вообще, там, не знаю, может быть, стоит поговорить с кем-то заранее, да, там, вы знаете, что у вас есть какой-то диссижемейкер, ключевой игрок, который должен вас саппордить, и вы начинаете с ним говорить, там, перед тем, как внедрить какое-либо изменение, да, что ты об этом думаешь, как ты думаешь это лучше сделать, и т.д. и т.д. И опять же, тем самым вы, наверное, прощупываете вот эту кучку, кто... Тут есть риски... Не угадать. Конечно, всегда есть риски не угадать. Человек — это очень сложное существо. Он тебе может сказать, что, да, я тебя сопорчу, а потом у меня в этом голове будет, я не знаю, ты мне 300 лет назад мне вернул 10 гривен, я затыил, поэтому, извини, я тебя здесь не подержу. Поэтому, опять же, есть шанс, что вы не угадаете. Здесь уже вы должны подключать ваш талант в коммуникейшн, и в работе с людьми, и т.д. для того, чтобы постараться это максимально угадать. Да. Ну, давай. Касательно ралей и предъявления, вот очень сильно все перепихается с классикой про МО, т.е. просто определить ралей как продактовано, все саппортеры там, все расписано, и очень сложно. Даже не знаю людей, т.е. вообще, поддержка изменений, если высшее руководство поддерживает, то, в принципе, все остальное можно продавить в предыдущем. И соглашусь, и не соглашусь. Да, действительно, все высшее руководство желательно, чтобы саппортило. Но не забывайте, есть такие вещи, как неформальные лидеры в командах, которые тоже, опять же, мы здесь не оцениваем не столько по ролям. Мы не оцениваем по своему классику. Ваша задача — определить ключевые роли, и эти ключевые роли должны вас саппортить. Тогда ваше изменение будет проходить максимально эффективно, если вы не пропадаете. То есть, мы сейчас говорим о, скажем, более изменении, что активное участие в вашем предприятии. Хорошо, как вам, вы должны оценивать количество, недоставляющие качества? Т.е. любой человек, который вас будет заходить, не будет предупреждать по своим каким-то критериям, по которым вас не саппортит, как вы ориентировались? А качество, заставляющие ответы, или мы берем количество людей, которые с вами работают? Нет, на самом деле здесь надо оценивать, наверное, все-таки больше качественную составляющую. Ваша задача — качественно провести изменение. Еще раз, очень важный был комментарий в самом начале, то, что менеджер сам должен четко понимать, как оно должно происходить. Здесь идет больше анализ, вы знаете, как оно должно, вы уверены в том, что это изменение надо, вы знаете, что оно принесет общую пользу. Ваша задача — зажечь людей. И здесь не вопрос в количестве. Если вас будет поддерживать миллион инженеров, то, не знаю, основные ключевые игроки вас поддерживать не будут, то то, что у вас там 100 саппортеров, вам никак по году не сделают. Т.е. вам надо действительно обратить внимание на ключевых игроков. Именно криптойера, decision maker — это те люди, которые должны вас саппортировать для того, чтобы изменение произошло успешно. Это могут быть начальники, это могут быть неформальные лидеры, это могут быть кто угодно, но это должно быть decision maker. Да. У нас есть второй микрофон. У нас есть второй микрофон. У нас есть второй микрофон. Олечка, можешь? А, Валик, передай, пожалуйста. Один, один, один. Отлично. Вопрос. С точки зрения испытений в туманке, кто с ним не будет? А, Валик, передай, ближе. Ближе, ближе. Ближе. Да. С точки зрения изменений в команде, допустим, по процессу low, кто является продуктовным каких изменений? Менеджер или коллектив? Первая логика. Кто ответственный за изменениями? Кто является продуктовным каким изменениям? Я не делала анализ там по каким-нибудь гибким методологиям. Во-первых, в моей практике мы чисто agile какой-то не используем, мы работаем с достаточно, скажем так, в своепростном кастоминге, который тяжело ввести какие-то гибкие блоги, и я некомпетентно просто ответить на этот вопрос. Я могу вам сказать, какое изменение? Продуктор – это кто? Это человек. Если я помню правильно, я изняю всех его качественного инструмента… Это человек, которому больше всего вы должны эти изменения. Так вот… Это по сути инициатор изменения, правильно? Нет, это не инициатор, это тот, который должен результат. Так вот. Продуктор может быть кем угодно. Опять же, здесь делится на две части. Первая – это человек, который инициатор изменения. Опять же, есть разные роли опять. Человек, который инициирует. То есть я пришла, у меня есть идея, я понимаю, что эта идея будет выгодна мне еще, не знаю, нескольким ключевым игрокам. Я говорю, все, я инициатор изменения, давай это сделаем. Дальше ты начинаешь работать с ключевыми игроками. Кто они по роли? Продуктор, я не знаю, просто там какие-нибудь менеджеры команды, не важно. То есть это те люди, которые, во-первых, достижиммейкеры, да, всего, что происходит у вас внутри организации, они должны быть с вами. Они вовлечены в ваши изменения, на каком степени, на каком уровне их увлекать, это уже как бы ваша задача для того, чтобы просто движущая стила была больше. Я понимаю ситуацию так, наш продукт это некие изменения в команде, правильно? Так. У продукта есть его нелесть, владелец это тот, кому этот продукт должен больше всего. Так вот, пока продактор будет менеджер, будем пикса головой об стену. Задача здесь заключается в том, чтобы сделать продактором команду. Как только команда будет в смене их заинтересована, все приятный пол. Класс. Спасибо. Хороший комментарий. Я теперь, кажется, поняла в чем была суть вашего вопроса. И сейчас на следующем слайде я немножечко расскажу за это. То, что вы говорите, это действительно важно. Важно, чтобы люди, которые были вовлечены, были тоже мотивированы, хотели и понимали это изменение. Их работа тоже важна. То есть, если мы говорим о том, что у нас есть начальник, начальник хочет, люди не понимают, не хотят, это тоже не совсем хороший вариант для того, чтобы продвигать то или иное изменение. Потому что мы ожидаем вовлечения людей. Чем больше люди вовлечены, тем меньше сопротивление, тем лучше мое изменение, более эффективно оно проходит. Хороший комментарий. Теперь смотрите. Когда я хотела поговорить по поводу реагировать на оппозицию, у меня есть еще один слайд, который говорит о том change strategy. Стратегия, как вы будете преподносить это изменение, как вы вообще будете работать с вашими людьми, она может быть тоже разная. Модель номер один. Дерективная модель. Отлично работает в наших государственных учреждениях. Пришел начальник, сказал, я начальник, ты подчиненный, делаю это не так, мне не важно твое вовлечение, мне важны строки. Это плюс этой стратегии. Мне нужны строки, мне надо это сделать четко в неделю, у меня нет времени на переговоры. И второе, во-первых, я не готов менять конечную цель, даже если ты что-то предложишь, мне это не интересно, мне интересует именно в таком виде данные изменения. Дерективная модель. Вторая модель, которая существует, это экспертная модель. И вы уже вовлекаете определенных экспертов, которые имеют какой-то кредит доверия к тому, что то, что вы предложите, вы понимаете вообще суть, вы понимаете в чем идея. И уже есть какое-то меньшее сопределение со стороны людей, потому что люди понимают, что эксперты разбираются, как оно должно работать. Следующее – это модель переговоров. Это такая своего рода золотая середина. И, в принципе, это то, что я предпочитаю чаще всего применять. В чем суть? В том, что, во-первых, вы здесь должны понимать, что если мы сравним, например, модель переговоров и модель директивную, то по скорости, конечно же, модель переговоров будет немножечко длиннее. То есть по времени она займет больше у вас времени. Для внедрения этого изменения вам надо со всеми поговорить. Второй момент тоже очень важный. Если вы выбираете переговорную модель, то вы должны понимать, что ваш конечный результат может тоже немножечко измениться. Люди приносят свои какие-то предложения. Люди как-то видят, может быть, это по-другому. Люди вам что-то предлагают. Вы должны быть готовы к принятию предложения. Иначе переговорная модель теряет свой смысл, она превращается в директивную. Следующая – это модель образовательная. Она достаточно долгая. Что имеете в виду? Если на переговорной модели люди все еще не знают, не знают, в чем суть новых процессов, почему она работает и так далее, они все-таки вам доверяют то, что вы разбираетесь, и то, что вы это проведете правильно, то модель образовательная – это вы увлекаете людей, отправляет их на какие-либо тренинги, там они обучаются, понимают, в чем суть. И, в принципе, опять же, до того, что они уже получили эти знания, они знают, как оно должно работать, они понимают, в чем эффективность тех или иных процессов, сопротивления с их стороны будет еще меньше. И последнее – это модель участия. Модель участия – это, в принципе, то, что вообще замечательно было бы. Почему? Потому что в данной модели люди вовлекаются в это изменение, люди искренне хотят его, люди искренне его продвигают. следовательно, сопротивление минимальное, люди предлагают вам какие-то, может быть, новые креативные идеи, и вовлечет вас людей в этот процесс намного выше. Да, скажи. В чем разница – участие или дискашн? Дискашн – вы обсуждаете, люди приносят вам какое-то изменение. Участие – предполагается, что люди сами уже начинают двигать это изменение. Они уже становятся что-то вроде движущей силы этого изменения. Они могут быть не инициатором, а люди, которые будут двигать. Инициатор – вы по-любому – это один человек, который пришел и принес эту идею. Но эти люди, они могут помогать вам двигать это изменение на каких-то своих уровнях. Опять же, если это неформальные лидеры, они уже зажглись ваши идеи, они начнут всем сотрудникам рядом рассказывать. Цель дискашн – это как раз в том, чтобы вы боялись эти люди, которые будут двигаться. Совсем. Цель дискашн – это в том, чтобы людям ответить на вопросы, и для того, чтобы услышать их в фидбуке, но все равно толкать их будете вы. Они вам, вот мы на дискашн, они вам должны поверить. Они вам должны не просто поверить, там, ты мне сказал, я сделал. Они вам должны поверить с правым голосом. То есть, ну, опять же, IT-сфера, она немножечко специфическая. Здесь директивная модель редко работает. Почему? Потому что все мы люди свободные, всем людям, которые любят иметь право голоса, поэтому, опять же, директивные они работают. Но как только мне дают возможность право голоса, я могу высказать, что мне нравится, что мне не нравится, и обсудить это, моя увлеченность возрастает. Я не обязательно буду это дело толкать, но я буду верить, и у меня сопротивление немножечко уменьшится. Что важно по поводу вот этих вот стратегий? Нет такого, что вы взяли одну стратегию и ко всем людям применили, там, не знаю, либо только директивную, либо только экспертную, либо только участие. Эти стратегии можно комбинировать, причем на разные группы людей, с которыми вы работаете, и также с одним человеком можно работать несколькими моделями. Например, опять же, у вас есть новый процесс, у вас есть дирменеджер, вам необходима его максимальная именно вовлеченность, то есть участие. Почему? Потому что под ним находится 50% людей, которые будут вовлечены в ваши изменения. И вы можете сделать с ним несколько стратегий. В первую очередь, там, не знаю, сделать что-то вроде обсуждения с ним, спросить, что он думает, там, он выскажет свое мнение, и дальше сделать, может быть, какую-нибудь, там, стратегию образовательности. Он скажет, слушай, ну идея хорошая, но я не до конца понимаю вообще, что такое скан, давай мы с тобой поучимся, и потом мы с тобой решим, что с этим делать, да? То есть вы эти модели можете применять как разные, как разные группы людей, так же и с одним человеком применить несколько разных стратегий. Окей, давайте пойдем дальше. Следующий, пятый шаг – это управляйте своим изменением. Что здесь имеется в виду? Я говорила вначале, что вам необходимо, чтобы у вас был какой-то вижен. Для чего? Для того, чтобы люди у себя в голове держали и понимали то, что они делают изменения, они делают какое-то важное дело, они видели эту конечную цель, они понимали, что они находятся в состоянии изменения. Опять же, ваша задача – поддерживать это изменение. Атмосферу изменения. Не нужно быть такого, что вы пришли, всем рассказали о каких-то новых процессах, всех зажгли и потом забыли об этом. Никто об этом не говорит, никто не видит никаких результатов, никто это не обсуждает и так далее. Атмосфера изменения должна существовать для того, чтобы поддерживать ваши темпы изменения. Следующий момент – вы должны четко сделать какие-то конкретные цели, желательно, чтобы это были под цели, по которым вы могли вообще оценивать, насколько ваши изменения проходят успешно или неуспешно. Ну и, конечно же, какой-то четкий план. Когда мы говорим о целях, еще очень важно определить success-критерии. Опять же, по этим success-критериям вы будете мерить, насколько ваши изменения проходят успешно, каких результатов вы добились и на следующем шаге мы будем их использовать для тоже очень важного момента в внедрении изменений. Ну и, опять же, последнее, совсем последнее – управляйте своим изменением. Вы его внедрили, вы поработали над движением, вы поработали над стратегией, вы поработали с людьми. Вроде бы, вы отреагировали на все позиции, поддерживаете свои изменения, следите за тем, что все идет так, как вы планировали, следите за тем, что каждый делает свой выбор. И следующий, это, в принципе, как бы последний шаг – поддерживайте свои изменения. Что здесь имеется в виду? О предыдущем шаге я говорила, что важно определить какие-то подцели, для чего нужны подцели, для того, чтобы мерить, насколько ваши изменения проходят успешно. И из этого следует следующее – создавайте short win. Я не знаю, кому как, для меня, на самом деле, как бы важно, чтобы я видела какие-то уже готовые результаты, даже если я где-то нахожусь еще в начале, либо в середине какого-то процесса. Я могу зажечься с самого старта. Класс – это хорошая идея, класс – мы это хотим сделать. Но если моя конечная цель счастливого будущего где-то через год, спустя месяц мой энтузиазм, как бы я искренне не верила в это изменение, он будет падать. Поэтому, когда вы создаете вот эти вот short win и показываете людям то, что уже сегодня то, что вы сделали, уже дало нам лучшие результаты, это помогает вам поддерживать, во-первых, темп изменения, во-вторых, люди остаются более-менее мотивированы продолжать, и ваше изменение не замедляется. Потому что бывает такое, что люди теряют энтузиазм в середине изменения, вы перестаете это трекать, ваше изменение останавливается, и, по сути, как бы оно не проходит. Short win – это очень важно. По этой модели у меня, в принципе, все. Если у кого-то еще остались какие-то вопросы, пожалуйста. У нас есть 15-20. Вопросы давайте. Передайте микрофон. Вы сказали, что для введения успешного вашего изменения достаточно получить большую поддержку большинства участников. Так есть и у счастливцев. Я не говорила большинства, я говорила ключевых игроков и формальных лидеров. Хорошо. У вас предположим, получили поддержку большинства игроков. Предположим, у них присоединилась еще часть игроков, но в условиях, когда вы понимаете, что изменение пройдет, но несет раскол в команду, как вы будете действовать? Потому что даже если поддержка только на 70%, осталось 30% людей, которые не поверят, то как вы будете действовать? Во-первых, я не уверена, что я буду эти 30 человек как-то вообще с ними действовать. Я говорила, если на самом деле там на том шаге, когда вы работаете с оппозицией, вам важно что? Ваша конечная цель – провести изменения. Вы уже понимаете, в чем его смысл, вы уже понимаете, что оно принесет пользу. Эти вот люди, которые сопротивляются, может быть, миллион причин, почему они сопротивляются. Есть причины действительно объективные. Если это объективные причины, у них есть замечания, почему они считают, что это неуспешные изменения, какие проблемы они видят, разумеется, с ними надо поговорить, ну, поговорить и понять, в чем их суть. Может быть, вы как менеджер чего-то не видите. Если у них какие-то идут аргументы персонального характера, они не любят изменения, они не хотят это изменение, им вообще нравится, как они работают, и они вообще не хотят напрягаться, тогда я вряд ли вообще буду с ними работать. Опять же, моя задача – сформировать свою команду, руководящую коалицией так, чтобы мое изменение прошло. То есть сила, которая будет движущей силой, была больше, чем сила сопротивления. Я вам скажу честно. Мы живем, к сожалению, не в идеальном мире, и поэтому всех сделать, чтобы вас саппортили, это, мне кажется, практически невозможно. Всегда есть люди, которые не хотят, и не хотят по разным причинам. Кстати, сегодня, как и вечером, будет доклад на всего Вишневинского по поводу тоже психологических моментов, почему люди могут сопротивляться изменениям. Я вам честно, настоятельно рекомендую туда пойти, потому что, если вас интересует тема такая, как внедрение изменений, очень много сопротивления, очень много нюансов именно на психологическом уровне, потому что для людей любое новое изменение – это стресс. Это новая ситуация, это стресс, и люди чаще всего сопротивляются. Спасибо. Вот вопрос именно в том, чтобы определить критическую точку, когда уже можно сделать, можно уже быть критическим. Вы должны чувствовать своих людей, вы должны поговорить. Опять же, ваша основная задача – оценить это все дело. Сережа давал хороший комментарий, вы можете ошибиться. Мы можем ошибиться, люди очень сложные существа, но вы должны знать своих людей. Я предполагаю, вы уже преодолели все азы по коммуникейшену, по лидершипу и так далее. Эта схема, она немножечко более стратегична. Вы уже знаете своих людей, вы знаете, как с ними работать, вы знаете, как примерно оценивать там, насколько низким, они говорят низким, и какие у них есть причины. Спасибо. Саша. Я в курсе. Несколько комментариев. Во-первых, я хотел бы добавить моменты Это касательно изменений и фаз, то есть некоторое изменение, возможность поделить на фазы. Их имплементация будет более, так сказать, лояльно, более мягкая восприниматься командой и всеми теми людьми по этой задаче. Это касается изменений, которые большие, глобальные, возможно, наставки по времени. Второй комментарий. Я, может, пропустил, я не слышала риск изменений. То есть кто-то должен, возможно, добавить на фаз. Нужны ли эти изменения, то есть миссия. Здесь мы больше говорили, что мы, как менеджеры, мы имплементируем изменения. Но, с другой стороны, над нами тоже есть менеджеры, которые должны в свое очередь какие-то риски. Это имплементация этих изменений. И третий момент. Опять, кто-то с коллегой немножко обсудил слайд по стратегии. И, собственно, мы, по-прежнему, немножко намешано. В том смысле, что мы бы разделили метод принятия решений, директивный, либо эксперты, либо вариации разные, да, и непосредственно метод имплементации изменений в жизни. То есть тот же, два нижнего слайда, которые там были, тренинг и партиципэйшн, да, они больше, наверное, больше области к непосредственно имплементации изменений, чтобы приняли решения. Справедливый комментарий, спасибо, на самом деле. По поводу того, что стоит иногда действительно отделить, если у вас глобальное большое изменение, я действительно об этом не проговорила. Опять же, тема, на самом деле, очень широкая. Я старалась в эти 45 минут дать вам какую-то такую основную базу, которая бы вам дала возможность начать их. Если у вас интересуют дополнительные вопросы, я с радостью их обсужу. По поводу глобальных изменений, согласна, это действительно правда. Если у вас есть какое-то очень глобальное изменение на уровне, я не знаю, компании, которое полностью поменяет какую-то идею вашей работы, вашей команды, что угодно, да, и оно затянутое по времени, действительно стоит ее делить на фазы. Более того, стоит ее делить на фазы так, чтобы первая фаза была максимально безопасна, для того, чтобы ее сделать для людей, чтобы они начали это изменение. И опять же, люди, которые боятся глобальных изменений, они идут намного проще на какие-то небольшие изменения. Ваша глобальная цель может быть достигнута из каких-то фазов. Хороший комментарий. По поводу рисков. Риски, действительно, стоит оценивать, да. Вы, наверное, оцениваете эти риски именно на той стадии, когда вы... Опять же, есть смысл, когда вы носите изменения, есть смысл их носить какими-нибудь минимальными... Как бы, если вы хотите что-то поменять, думайте, как сделать так, чтобы ваши изменения были минимальны. Минимально для того, чтобы вы достигли своей цели. Это важно. Если вы начинаете глобально все менять, опять же, сильно глобальные изменения без какого-либо конечного, действительно стоящего результата не имеет смысла. Поэтому, опять же, риски здесь имеются в виду слишком изменения, вы можете все перелопатить, и оно потом не зайдет, потому что люди будут видеть слишком глобальные изменения. Я правильно поняла, комментарий, Саша? Опять же, для начала вы оцениваете, как вы делаете это изменение, оцениваете, какого результата вы хотите. Имеет смысл, действительно, делать изменения самые минимальные, дабы у людей было меньше всего сопротивления. Давай. И последний комментарий, я хочу вспомнить, что поддержка руководства должна быть сто процентов. Собственно, вот ты вот читала доклад, из него исходилось, что есть самые важные люди в организации, но это не у всех компаний, потому что, я не знаю. Я просто приводила примеры, которые мы с ним нет, а я внедряла новые процессы, это было близко. Я думаю, что у других компаний есть еще, там, назовем, PM-ы, project product, директор и так далее, и без их поддержки некоторые изменения абсолютно нереально. Да, хороший комментарий, да, действительно, как бы все менеджеры должны быть поддерживать вас, да, но, опять же, там есть несколько граней, то есть есть менеджеры, которые вам обязательно, чтобы они вас поддерживали, продвигали эту, ну, как бы эту инициативу, то есть участвовали в ней. Есть менеджеры, которые, в принципе, достаточно, чтобы они просто accept, да, то есть они были не против и не мешали, да, чтобы для них это не было сюрпризом, что вы делаете какие-то изменения, но, в принципе, они согласны. Они могут не продвигать это, они могут не прикладывать никаких сил максимальных для того, чтобы оно произошло, но они accept это. Давай. Скорее комментарий. Когда нужно проводить эти изменения? Что является признание? Что нужно менять? Как идентифицировать, что нужно делать? Я не могу повторить. Сережа спрашивает, как понять тот момент, когда необходимо производить изменения, когда понять, что тебе надо что-то делать? На самом деле, опять же, если вы не получаете нужного результата, опять, есть два варианта. Первый вариант. У вас все плохо. По-моему, и так всем понятно, что как только у вас все плохо, вам надо что-то менять, надо делать изменения. Вариант хороший. В большинстве случаев оно так и происходит. Я его совсем приветствую. Почему? Потому что даже если у вас все хорошо, стоит сидеть и задумываться, а что я могу улучшить? Если вам пришло в вашу голову, что вы можете улучшить, думайте, как это сделать и комментируйте изменения. Опять же, я за то, чтобы, даже если у вас все вроде бы идет хорошо, для того, чтобы завтра нибудь где-нибудь, я не знаю, на отшиве бизнеса, думать, что вы можете еще улучшить вашу организацию. Там уже смотри сам. У тебя есть время на это, желание и т.д. и т.п. Да. Может? Там, там, там вопросы. Да и сегодня будем. Включи. Да, прямо. Ты включил? Да. Ужиться. Алло. Да. Вижу что-то? Да. Алло. Слушайте. Ты говорила об опыте управления опытной командой и молодой. Да. Вот хотелось бы, с точки зрения подхода к изменениям опытной команды и молодой, есть ли разница в сопротивлении и каких-то приемах продвижения изменений? Опытная и молодая. Отличный вопрос. Спасибо. Есть разница, да? То есть, когда у вас есть опытная команда, которые уже эксперты, они уже люди, которые, во-первых, давно здесь, они могут поделиться многим, может быть, у них некоторых аспектов больше знаний, чем у вас. Здесь очень важно директивные модели не пройдут. То есть, люди вряд ли будут идти на ваши изменения, поддерживать его, если вы придете в директивный метод и что-нибудь им скажете. Поэтому здесь, опять же, при работе с опытной командой вам важно выбирать какие-то более демократические методы работы, реакции на оппозицию и прислушиваться к людям. И здесь есть два резона. Первый для того, чтобы минимизировать оппозицию. Опять же, люди опытные, они вряд ли будут просто делать, когда вы пришли и сказали, дело я так решил. Это раз. И второй момент, начиная все с переговорной модели, то есть, какие-то более демократичные, люди уже имеют экспириенс, люди уже могут вам подсказать, что можно поменять в данной модели, вы можете в них выводить всю эту информацию, как вы можете построить стратегию по-другому, либо какие моменты учесть в ваших изменениях. И в этом, собственно, разница. Когда у вас есть люди, которые достаточно новенькие, они пока на голову энтузиазм, они вам верят, они верят в то, что вы их лидеры, они, в принципе, готовы делать все самоотверденно, энтузиазма масса, сопротивление минимум. В принципе, можете выбирать более такие, скажем так, директивные модели с ними для того, чтобы просто ускорить ваши изменения. Они вам будут доверять. Они еще молодые, они еще неопытные и так далее. Считаете ли вы, что есть ощутимая разница между внедрением и изменением в процессы и внедрением и изменением в продукты? Я думаю, что изменения в продукт есть уже 20 лет общепринятые модели ситуационного лидерства, все эти уровни делегирования и так далее, и так далее. Зачем новые слова вводить, если разницы нет? Мы не совсем говорим здесь о продукте, если честно. Мы говорим здесь об изменениях в целом. Это могут быть процессы, может быть продукты. Мне кажется, более глобальные модели. В принципе, базовая модель ситуационного лидерства. На мой взгляд, те же изменения, не важно, продукты, процессы, компании, все то же самое. Ничего не меняется. Но все может быть, опять же, оно все очень между собой пересекается. Во-первых, эти модели конфликтуют между собой, это раз. Во-вторых, опять же, задача у нас здесь на любом тренинге, на любом конференции, это получить инструменты. Вы, как менеджер, получаете такой, знаете, инструмент в ваш чемоданчик, а дальше вы смотрите сами, что вы и где хотите применить. Мне было интересно вам это рассказать. В свое время, когда я узнала, мне оно было полезно. Я использовала именно эту модель, она у меня работала. Если вам она не нужна, не работает, опять же, на данный момент, окей. Я думаю, что это просто будет дополнительное знание для вас на будущее, если вам надо будет провести изменения в продукте, а, не знаю, глобальные кооперативные изменения. Все? Вопросов больше нет? Ладно, всем спасибо большое за вопрос. Надеюсь, вам минимум было интересно. Максимум, надеюсь, что вы завтра придете все на работу и подумаете, что вы можете улучшить в своей команде и так далее, используя данные рекомендации. Спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ